Тема нашей сегодняшней беседы – гонение, точнее, гонение на детей Божих, на верующих. Библия ясно говорит, все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Это во 2-м послании Тимофею, 3-й главе, 12-м стихе. Это значит, что мы, кто любит Христа и хочет жить достойно звания Его ученика, должны быть готовы к гонениям и преследованиям. Писание не оставляет никакого сомнения, что гонения неизбежны. Такова участь всех истинно верующих людей. Апостол Павел писал филиппийцам так. Вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него. А если так, то нам следует понять, в чем причина, почему нам приходится переживать гонения, и дальше, как нам относиться к гонению вообще и, в частности, к нашим гонителям. Сегодня мы обсудим то, что говорит Слово Божие по этому поводу. Поэтому я бы вам посоветовал взять карандаш и по ходу нашей беседы записывать те стихи из Библии, которые мы упомянем, чтобы потом еще раз задуматься над ними. И в конце беседы мы поделимся с вами практическими советами по отношению преследований и как нам быть к ним готовыми. Итак, в чем же причина гонения? Почему нас преследуют? Почему те, кто ради Христа, делая не зло, а добро, должны страдать? И это приводит нас более к общему вопросу. Почему мир возненавидел самого Иисуса Христа, безгрешного Спасителя, который ходил по земле, делая и проповедуя добро и любовь, и призывал людей к Богу? Почему гнали Его? И почему во имя Его мы теперь должны страдать? Чтобы понять значение и причину преследования, мы должны вникнуть в этот вопрос. Мы не найдем ответа, если мы будем искать его поверхностно. Вместо этого мы должны узнать, что говорит Библия относительно положения верующих в этом мире. Первое, что мы обнаружим, это тот факт, что правителем этого мира является никто иной, как сатана. Он – князь мира сего. Наша Земля – это планета, оккупирована врагом. Как апостол Ян говорит, мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле. Иногда мы это забываем. Нам даже может показаться, что это слишком сильно сказано. Однако Иисус так не думал. Вы, конечно, помните случай, описанный в Евангелии от Матфея, когда сатана трижды искушал Его. Последним из этих искушений было такое. С высокой горы сатана показал Иисусу все царства мира и их славу. И говорит Ему – все это дам тебе, если падше поклонишься Мне. Вы заметили, что Иисус не спорит с сатаной о Его праве делать такое предложение? Иначе говоря, Иисус не возразил сатане, что Он, мол, не имеет никаких царств Ему дать. Наоборот, Он согласился, что они принадлежали сатане, что все царства мира были под его властью. Это очень важный вывод, и не следует его забывать. Сатане подвластны не только мировые системы в целом, но и отдельные люди в частности. Таким были некогда и мы с вами, дорогие братья и сестры. Апостол Павел пишет о грехах, в которых мы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Таким образом, мы живем в мире, который нельзя назвать Божьим миром. Наоборот, Он Богу противится. Его истинный руководитель – это злейший Божий враг – сатана. Все те люди, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в поседневной жизни, все они находятся под влиянием сатаны и его ангелов. Это не значит, что они сознательно преданы сатане. Нет, они даже могут быть добросклонны к нам и до некоторой степени нравственны. Но Библия говорит, что весь мир лежит во зле. И до тех пор, пока Иисус Христос не освободит нас, мы находимся в рабстве царящего в нас греха. Но два тысячелетия назад на эту планету, занятую врагом, пришел Иисус Христос. Он пришел, чтобы разрушить царство сатаны, прекратить его господство над людьми. В послании к евреям во второй главе, в 14 и 15 стихах мы читаем. «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству». И мы знаем, что Иисус полностью одержал победу. Когда на кресте Он воскликнул «Совершилось!», тогда хребет сатаны был переломлен. И окончательная победа, мы знаем, принадлежит Иисусу Христу, Царю Царей и Господу Господствующих. «И чтобы не случилось с нами здесь на земле, мы знаем, что настанет день, когда каждое колено преклонится перед Иисусом Христом, одни с чувством благоговения, другие, как пораженные враги. И каждый язык исповедует, что Иисус Христос – Господь в славу Бога Отца». Об этом мы читаем в послании филиппийцам во второй главе. Таким образом, сатана – побежденный враг. Его конец неизбежен. Гибель предопределена. Победа уже принадлежит Христу. Мы, однако, верующие, продолжаем находиться в сражении. И мы призваны продолжать эту борьбу до тех пор, пока Христос не придет, чтобы забрать нас к себе. Однако мир, в котором мы живем, продолжает находиться под контролем дьявола. Какое же положение занимаем мы, последователи Христа, на этой оккупированной врагом планете? И какое отношение все это имеет к теме нашей беседы – преследовании верующих? И вот мы постараемся ответить на эти вопросы. Мы уже увидели, что величайший враг сатаны – это Иисус Христос. Поэтому на Иисуса Христа направлен главный удар всей мировой системы. Христос сам сказал, это в Иоанна, 7 глава, 7 стих, «Мир меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». В течение всей своей жизни здесь на земле Иисус Христос был постоянно под сознанием того, что мир намерен его уничтожить. Притом он в течение всей своей жизни знал, что будет распят в Иерусалиме, что над ним будут издеваться и поступать несправедливо, противозаконно. В очах мировой системы того времени смерть Иисуса Христа на кресте была подобна избавлению от какой-то язвы. Точно так же поступил бы современный мир с Иисусом Христом, не иначе. Доказательством того, что мир не изменился, является преследование верующих, последователей Иисуса Христа. Таким образом, мы призваны страдать со Христом. Когда Христос призывал людей быть Его учениками, Он призывал их взять крест свой и следовать за Ним. Быть учеником означало оппозиция со стороны мира, преследование и даже, возможно, смерть. Иисус сказал об этом совершенно прямо, обращаясь к ученикам. Слушайте, что Он говорит? «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел». Помните слово, которое Я сказал вам? «Раб не больше Господина Своего. Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое Слово соблюдали, будут соблюдать и ваши». Это в Евангелии от Иоанна в 15 главе. Поэтому мы не должны удивляться, что и нас, учеников Христа, этот мир преследуют и ненавидят. Если наше искреннее желание любить Христа и следовать за Ним, как Его ученики, то нам, естественно, ожидать сопротивления со стороны мира. Из книги «Деяния апостолов» мы замечаем, что за смелую проповедь Евангелия почти всегда следовали гонения и страдания. Не случайно в тюрьме оказался именно Петр, тот смелый ученик Христа, проповедь которого в день Пятидесятницы привела ко Христу три тысячи человек. Не случайно первым мучеником христианской церкви стал Стефан, исполненный Духа Святого, пламенный проповедник Евангелии. Мы видим, что именно Иерусалимская церковь, та самая, которая привела ко Христу тысячи людей, приняла на себя самый тяжелый удар первой же волны гонения на христиан и была рассеяна. Что же вызвало ярость мира? Такие гонения. Эффективное служение, живая, исполненная Духом Святым Церковь. Что же вызывает гнев и озлобление дьявола сегодня? В основном то же самое. Дьявол просто не может спокойно терпеть, когда дело Христово идет вперед. Таким образом, сатана идет как бы в контратаку. Он бешено борется против тех, кто верен Иисусу Христу. Какую цель он при этом ставит? Да очень простую. Парализовать дело Божие. Например, склонить церковь к мирному сосуществованию. Да, он будет использовать любые средства, любых людей, только чтобы помешать церкви отвоевывать у него людские души. При этом, как вы знаете, средства он использует самые разные, в зависимости от обстановки. Например, на Западе, где верующих много и где церковь пользуется большой свободой, одно из дьявольских орудий – распространять ложные учения в церкви, которые смущают и обескураживают веру. Он также пытается создать общественное мнение о истинных верующих, как о фанатиках, искушает верующих тем, что можно любить и Бога, и Мамона. Все это он делает для того, чтобы свидетельство их не было эффективным. В странах господствующего атеизма методы его совсем другие. Там чаще всего он идет в лобовую. Но какой бы метод дьявол не употреблял, цель его одна и та же – остановить или, по крайней мере, замедлить распространение благой вести и расширение Царства Божия здесь на земле. Хорошо помнить, что дьявол не разделяет свой мир на Запад, Восток и Третий мир, но, как Слово Божие говорит, что весь мир лежит возле. Будем помнить, что для достижения своих целей сатана использует и различного рода людей. Это ясно мы видим в страданиях самого Иисуса Христа. Тут мы видим людей, исполненных ненавистью к Иисусу, которым каждое малейшее страдание Христа принесло наслаждение. Это о них он говорит в прочитанном нами месте из 15 главы Евангелия Тиана. Они ненавидят Христа. Они ненавидят также и Его учеников. И в 23 стихе этой главы он говорит, «Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего». Одно из орудий дьявола – это люди, ненавидящие Бога, люди, движимые яростью против своего Создателя. Но есть и другой род людей, которых дьявол употребляет для преследования верующих или церков. Это невежды. Яркий пример такого невежества – сам апостол Павел. В его свидетельстве царю Агриппе он рассказывает, кем он был до встречи со Христом и как он преследовал христиан. «Я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назорея», – говорит он. А Тимофею Павел писал, что он прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Это 1 Тимофея 1 глава 13 стих. Итак, мы рассмотрели, в чем состоит причина гонений и какие средства и каких людей сатана использует в этих целях. Теперь давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны, а именно с точки зрения верующих. Как нам реагировать на преследование? Как поступать по отношению гонителей? Господь знает нашу нужду, и поскольку гонение и преследование – это то, что нам следует ожидать, то Библия на эту тему говорит довольно много. Например, вся книга 1 Послания Петра адресована христианам, страдающим за веру, и она содержит множество советов на этот случай. Давайте рассмотрим четыре из них на примере этого послания, а также других мест Библии. Прежде всего, нам нужно следить за собой. Пусть нас преследуют только за добрые дела, только за имя Христа. В 1 Послании Петра, в 3 главе 16 стихе, сказано так. «Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житье во Христе». Помните пророка Данила? Он жил перед Господом безупречно, и Господь его благословлял. Его окружающие завидовали ему и старались что-нибудь найти в нем, чтобы обвинить его. Но, как говорит Слово Божие, никакого предлога и погрешностей не могли найти, потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в нем». Это в 6 главе 4 стихе. Единственное, что они могли придумать против него, это изобрести закон, запрещающий молиться Богу. Будем же внимательно следовать за собой. Вот что Петр пишет. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Во-вторых, мы призваны все терпеливо переносить. В 1 послании Петра, в 19 и 20 стихах 2 главы мы читаем. «Ибо это угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро, и страдая, терпите, это угодно Богу». Мы уже видели, что страдания для нас неизбежны. Будем же достойно принимать эту высокую честь, страдания во имя Иисуса Христа. Третье повеление – это уповать на Бога. Смотреть только на Него. Помните, что Он победитель. Он видит, что происходит с нами и даст нам силу перенести любые испытания. Перед нами пример Иисуса Христа. «Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но передавал то судьи праведному». Это 2 глава, 23 стих 1 послания Петра. Насколько это важно для нас, дорогие друзья, сознавать, что Бог на престоле, что Он всемогущ. Иисус отдал своих гонителей на суд Отца. Сам Он ничего не делал с ними. То же самое надо делать и нам. Судить за нас будет Сам Бог. Мы же не должны брать эту обязанность на Себя. Надежда, упование на Бога – это основа для прочной победы в любых испытаниях и преследованиях. Не спускать глаз с Него, видеть перед Собою вечность, а не только данную минуту – вот в этом успех. И, наконец, четвертое – радоваться. Библия учит нас предельно ясно радоваться в моменты самых тяжелых переживаний. Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. Пишет апостол Павел в своем первом послании в 12 стихе 4 главы. Если мы заслужили ненависть этого мира за веру в Иисуса Христа, значит, награда от Господа будет велика. Именно об этой награде говорил Иисус Христос в Своей Нагорной проповеди. Об этом мы читаем в 5 главе Евангелия от Матфея в 10 по 12 стихах. Гонимых во имя Его Христос назвал блаженными, они наследуют Царство Небесное. Какие чудные обетования, дорогие друзья! Какая будущность для тех, кто призван страдать за Иисуса Христа! Поэтому будем радоваться! Вспомним обетования, данные в 15-м псалме, где псалмопевец говорит, «Полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек». Вот эти четыре принципа, о которых мы сказали, помогут нам устоять в моменты гонения и преследования. Но как нам подготовиться заранее к возможным атакам дьявола? Есть ли практические советы, которые можно предпринять, скажем, в течение этой недели, чтобы приготовиться к испытанию? Да, есть! Напомним три условия, которые нам помогут. Прежде всего, углублять наше общение с Господом. Назначить определенное время для встречи с Ним с целью познать Его еще лучше. Только познавая Его, мы приобретем ту веру, которая позволяет нам положиться на Него в самых трудных обстоятельствах. На наступающей неделе, во время наших ежедневных общений с Богом, возьмите первое послание Петра по одной главе в день. Каждый день, читая эти отрывки, будем просить, чтобы Сам Господь больше и глубже открылся нам. Зададим себе вопрос, что эти стихи открыли мне об Иисусе Христе? Ничто так не подготовит к этой оппозиции мира, как прочная надежда на Иисуса Христа. Во-вторых, будем систематически вкладывать Слово Божие в свое сердце. Множество верующих, прошедших сквозь тюрмы, лагеря и ссылки, свидетельствует о тех огромных благословениях, которые принесли стихи из Библии, выученные наизусть. Но как часто мы упускаем чудные возможности, драгоценное время, когда, имея доступ к Библии, не учим наизусть места из Писания. Поэтому сейчас, на этой неделе, выберем хотя три или четыре стиха и выучим их так, чтобы они всегда были с нами. Для того, чтобы вам легче было их учить, запишите их на небольшой карточке. Носите эти карточки собою и заглядывайте в них каждую свободную минуту. Это поможет вам сэкономить время и облегчит заучивание. Хорошо, если такое заучивание станет нашей привычкой. Стихи, заученные наизусть, могут послужить нам большим ободрением или руководством, когда у нас не окажется под рукой Библия. В-третьих, надо подготовить ясное и убедительное свидетельство о своей вере во Христа. Петр говорит, будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ скротостью и благоговением. Это первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. Готовы ли вы объяснить собеседнику вашу веру и ваше взаимоотношение со Христом? Причем сделать это так, чтобы вас не только поняли, но и заинтересовались вашими словами. Можешь ли ты сказать, как Христос изменил твою жизнь, дал тебе надежду так, чтобы все поняли? Пример апостола Павла во время его суда является чудным вдохновением для каждого из нас. Он мог бы думать о том, как сохранить свою жизнь, спасти себя. Но чем он озабочен? Во втором послании Тимофею, которое было последним посланием Павла, написанное незадолго до своей казни, он пишет, «Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, и услышали все язычники». Представьте себе, Павел смотрел на свой суд как на возможность для свидетельства. Для него было важно, когда сойдутся эти язычники, использовать этот момент для проповеди о Христе. Является ли наше свидетельство таким ясным, что наши гонители увидят Господа так, как они никогда раньше Его не видели? Будем ли мы готовы утвердить благовестие? Это значит, что наше свидетельство должно быть в полном порядке сейчас. Сегодня, дорогие друзья, мы с вами говорили о гонении на верующих. Мы узнали причину этих преследований, методы, какими пользуется сатана, а также о том, как мы должны поступать во время гонения. Будем готовы переносить страдания, как добрые воины Иисуса Христа, а готовыми мы можем быть только в силе Духа Святого. Никогда не забудем об этом. И если мы так поступим, то все обещанные Господом награды по праву принадлежат нам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!